Ядерные силы Начинаем Мы с вами познакомились с тем, как устроены ядерные силы И сегодня мы будем обсуждать свойства простейшего атомного ядра Дейтрона Дейтрон, как мы уже проговорили Здесь будет спин равной единицы Я напомню, что спин ядра — это полный момент всех нуклонов Полный момент Включая орбитальные движения Значит, спин единицы, абактивный момент ню Это 0 То есть 8, 5, 7 ягодного нутона Квадрубольный момент У Отмечено, отправляем 0.2 8 6 Загаданную множесть на фигеновый квадратик Значит, четкость дейтрона Пи плюс Буница Положительно Так что, что еще Да, энергия есть связи Эписного нутрая Это 2.225 м Тогда надо писать тут Эписного нутрая Значит Если бы В этой энергии связи Скоро-волновая функция на расстояниях За размерами За размером действия сил Ведет себя как е в степени минус Кв Кв Это как раз Квадратный Из М М Протона Я надеюсь, что Эпсилон тритрона Сделать на аж Значит, тут без двойки Потому что тут стоит приведенная масса Которая в данном случае равна половине Масса протона Поэтому 2m как раз равно Массе протона Эта величина Если ее написать в обратной ферме То есть единица Поделить на 4,3 ферме Единица на 4,3 ферме Ну, это фактически И есть размер дейтрона Ну, как видим r-квадрат Или там r-квадрат Много больше, чем Квадрупольный момент Ферме Много больше, чем 0,26 Ну, это означает, что Примес D-волны Которая Может быть Дейтрон Она достаточно мала Потому что, если бы Дейтрон был только С-волной То тогда, конечно Квадрупольный момент Он был бы точно равен нулю А раз Он не ноль Значит, есть примесь D-волны Дальше Вот этот самый Магнитный момент Он почти Совпадает с Суммой Значит, лю протона Лю протона Равняется 2,7,9,3 Диаден пометон А М Ю Мю Мем 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 1.913 их сумма, она меньше, чем алгебраическая сумма которая равна мю протона плюс мю нейтрона равна сколько там эти вычетки будет 0 здесь будет 8 и 0 8 так 70 только какие 0 8 7 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 Она почти совпадает с магнитным моментом, но это говорит в пользу того, что все-таки спины у протона и нейтрона параллельны. Потому что в этом случае только у вас будет магнитный момент совпадать, ну, складываться магнитный момент будет арифметически. Ну, а отличие можно, конечно, приписать тому, что у вас есть все-таки D-волна, поскольку у вас протон заряженной частицы, поэтому орбитальное движение протона дает вклад в магнитный момент и нейтрона тоже. Из-за этого как раз возникло отличие от этой суммы. Так, что еще про это мы можем сказать? Да, если представить себе, что у вас взаимодействие между наклонами можно описать потенциальной ямой какого-то радиуса. Ну, радиус обычно, максимальный радиус – это обратная масса пемизона. Обратная масса пемизона – это где-то полтора фермы. Полтора фермы. Вот это максимальный радиус действия сил. Пемизон – это легчайшая частица, которой обмениваются нуклоны. И это дает там максимальный радиус сил. Ну вот, если представить, то тогда можно оценить, какой должна быть глубина ямы критическая, чтобы в такой яме появился уровень. Ну, это мы писали в прошлый раз. Да. Это был критическое, оно равно х квадрат на 4m на радиус протона. Вот этот самый радиус протона, который в квадрате. Не радиус протона, а радиус действия сил. Радиус действия сил. Масса M – масса протона. Масса протона. Ну, и подставить если полтора фермы сюда, то получится вяжена порядка 50 мм. Ну, и сравнить с энергией связи, видно, что действительно у вас яма в этом смысле мелкая, и диетрон слабосвязанная система. То есть, видно, что если у вас полтора фермы равных действия сил, а частицы гуляют на расстоянии, к примеру, от 4 фермы, то это означает, что у вас рыхлая система, у вас частицы находятся вне ямы, в основном. Вне ямы. Так. Ну вот. Теперь, что еще мы можем сказать? Значит, известно, спин, единица. Дальше. Да. Понятно, что... Да. Теперь визоспин. Визоспин нейтрона очевидно равен, поскольку это единственное состояние между частицей с протоном и нейтроном, других состояний связанных нет. Ну и тогда, если мы знаем, что у нас минус единица в степени L плюс S плюс T будет равно минус единице... А, нет, минус все правильно. Я написал все правильно. То при T равном нулю у нас, и спине равном единице, у нас L должно быть черным. И возможно, конечно, только два момента, L равное нулю, и L равное двойка, чтобы получить полный момент, равный единице, спине нейтрона. Ну и тогда ловновую функцию можно записать в нейтрона, вот этого связанного состояния можно записать в таком виде. Пси от R, это есть такая функция, напишем единица, а, вот удобно написать так, единица на корень из 4P, это просто Y0, 0. Дальше. У от R поделить на R, сразу единицу мы управляем в трехмерный случай. И здесь стоит спиновая функция, спина единица, хи один M. Эта спиновая функция имеет простой вид, это три круглеса из трех частиц. Сумма квадратов равной единицы, ну и проекция, соответственно, хи один, один есть один, ноль, ноль, хи один, ноль, есть один, ноль, ноль, ну и, соответственно, хи один минус один. Это нижняя единичка, ноль, ноль, хи один, ну и такой простой, да. Оператор спина единица, естественно, матрица три на три будет. Маточные элементы ее очень-то известны. Это просто маточные элементы магнента, поэтому все маточные элементы, матрицу спина построить проблемные составляют. Так, ну это S волновая часть. Теперь мы должны добавить D волновую часть. Написать сюда плюс W от R. Это радиальная функция D волновой части. А здесь стоит, я напишу так, Омега один, два, n. Ди Омега это угловая часть, отвечающая полным моментом единицы, которая складывается из орбитана момента двойки и с полной проекцией n. Ну, как всегда, это есть 1, 2, m от n. Стандартный вид его такой. Это есть клепша C от 1, m. Здесь стоит 2, m от 1, λ. Здесь стоит у, 2, m от n на хи один, λ. Вот мы сложили орбитальный момент двойку, скинь единица полной функции, полный момент единицы. Вот. Но в данном конкретном случае, исторически, оказалось, стала использоваться другая форма записи вот этой самой функции. Другая форма немножко. Которая, в общем-то, более удобна. И в ней отсутствуют коэффициенты клепша-кордана. Не надо с ними возиться. И для того, чтобы построить эту форму, давайте я напомню вот этот оператор S1, 2, который мы писали. Который есть 3, σ1 умножить на n, σ2 умножить на n, минус σ1, σ2. Значит, в таком виде он содержит, как видите, тензор второго ранга по координатам. Тензор второго ранга со светом равен нулю. Но это означает, что там есть момент двойка. Момент двойка. То есть, фактически, это запись вот этого y и 2m, но только через декартовых компонентов. Не сферических компонентов, как здесь, а через декартовых компонентов. Поэтому момент двойка у нас вот тут есть. Ну и тогда... Да, теперь этот оператор не меняет полного спина. Он с полным спином коммутирует. С полным спином он коммутирует, поэтому здесь дальше уже... Ну а дальше уже понятно. Если мы тогда построим комбинацию s1,2 от f умножить на k1m, то тогда понятно, что вот это будет что-то похожее на вот эту величину. На вот эту величину, потому что тут есть y2, и тут есть спин единица. И полный момент, очевидно, поскольку s1,2 скаляр, то тогда полный момент будет единица, будет даваться вот эти... И проекция будет m. Значит, это скаляр, поэтому момент не меняем. Ну и что остается? Нам остается только нормировочный коэффициент сосчитать. Значит, ω1,2m от m равен какой-то нормировочный коэффициент a на s1,2m на hn. Ну, нормировочный коэффициент прямо считается требованием, чтобы интеграл ОТ омега, омега крест 1,2m от m равен. Немножить нам омега 1,2m от m равен. Должен давать дельта m равен. Дельта m равен. Ну, тогда, что нам требуется? Нам требуется, подставим это сюда, и посмотрим, что у нас будет. У нас будет здесь a2 выместиться коэффициент, а здесь будет интеграл, создавая омега, тут стоит h1m , здесь s1,2m в квадрате m, и тут h1m . Ну, поскольку это скаляр, он не меняет проекции, тогда видно, что это обязательно будет пропорционально для rtm . Ну, и дальше осталось нам вычинить вот этот интеграл. Ну, для этого нужно понять, что такое s1,2 в квадрате. Для этого это s1,2 удобно выразить не через σ1, σ2, а через полную спину s, которые есть, 1 в 2, σ1 плюс 1 в 2, σ2. Значит, если вы умножите на n, то тут появится σ1n, σ2n, и вы заведете в квадрат, то у вас как раз произведение вот это σ2n на σ2n. Вот, поэтому этот оператор можно s1,2 переписать так. s1,2 есть через полную спину, будет двойка, а тут стоит 3s умножить на n в квадрате минус s2. s2 в данном случае будет просто s на s плюс 1, а это будет двойка. Я поэтому сразу напишу, что здесь двойка. Ну, вот в таком виде видно, что он не меняет полного момента, полного спина. s2 как бы уединиться, так он останется, поскольку ss2 коммутирует. Ну и теперь, значит, в s1,2 в квадрате у нас возникает произведение s на n в четвертой степени. Произведение s на n в четвертой степени. спрашиваете, чему равно это произведение? Если s, матрица спина единица, матрица 13. Матрица 13, а мы там четвертую степень пишем. Ну, чтобы понять, чему это равно, давайте рассмотрим сначала вот такое произведение. s умножить на n, а здесь напишем так, s умножить на n в квадрате минус единица. Как вы думаете, чему равно вот это выражение? Ну, для того, чтобы понять, чему оно может быть равно, давайте посмотрим, ну, какие собственные значения у s. s по s на n, оператор s на n. Какие собственные значения у нас? Ну, если мы выберем осквантование по n, если осквантование n примем за осквантование, то какие собственные значения будут тогда у этого оператора? Да, это будет s-z оператор. А оператор s-z, спина единицы, какие собственные значения? 1 минус 1 и 0. Я хочу напомнить, что у вас для спины 1 и 2, уже 2 степень выражалась, была единичным оператором. То есть там только 1 степень матрицы Паули отличается, но не является единичным оператором. А квадратичные комбинации матрицы Паули, они все пропорциональны единичному оператору. А здесь только 3. Видите, здесь еще одна степень, здесь матрица 3 на 3, поэтому только 3 степень начинается. Третья степень будет выражаться через нижнюю степень. То есть 3 степени будут независимы для спины 1 и 3, ну и так далее. Ну и вообще, в любой конечной матрице у вас, насколько я понимаю, у линейной алгебры была такая теорема, что там есть степень максимально линейно-независимая. А степень выше, чем эта максимальная, выражается уже через 7, через 7 меньшие степени. Ну и так, да, видно, что осен в четвертом будет равно осен в квадрате. СМ в квадрате, и поэтому можно снова его выразить через С1-2, через С1-2. И тогда получается, что С1-2 в квадрате есть просто 8 минус 2 С1-2. Если это подставить, то получается вот такое выражение. Ну вот теперь, если вы сюда это выражение подставите, то тут получится интеграл по углам от С1-2 в первой степени. Интеграл по углам от этой функции очевидно равен нулю, потому что здесь у вас второго равенда. Это интеграл там А3-2 в равен нулю, естественно. Тогда просто остается восьмерка. Ну и остается восьмерка выносится, и здесь остается хи крест хи, который дает С1-2 в равен штрих, и еще 4 пи от интеграла по углам. Ну и тогда вот этот коэффициент А2 А2 получается единица на 32 пи. Поэтому эта функция здесь просто пишется единица на корень квадратный из 32 пи. Из 32 пи. Значит, вот у вас получилась такая вот функция. И если вы корень квадратный из 4 пи выносите наружу, то тогда вот эта волновая функция запишется вот таким образом. Если я здесь подчеркнула, то тогда здесь надо поставить единица на корень квадратный из 8 пи. Друг В от Р с поднимением на Р. Здесь стоит С1-2 от Р. Умножается на хи один из 3 пи. Ну вот видно, что это в чем удобство. Вот так, как пришло слив, вот хи вышло наружу. Хи вышло наружу, поэтому, значит, явно вид с ней работает, конечно, гораздо проще, чем если у вас хи там с крючками завязано. Да, вот такая, значит, у нас есть функция. Так, и теперь, да, волновая функция должна быть нормирована. Поскольку угловые части мы нормировали, то тогда на радиальной части у вас будет одно угольное набировки. У нас есть функция, которая говорит, что... Значит, единица на Р у вас сократится Р квадрат от ДФ. Удал от нуля до бесконечности ДФ от У от Р в квадрате плюс ДУВ от Р в квадрате равно единице. Равно единице. Начнем с квадрата, не квадрат модуля, потому что связанные с состоянием всегда волновые функции можно выбрать радиальной действительности. Ну вот, теперь с этой волновой функции давайте мы что-нибудь сосчитаем. Да, теперь эти У от Р и В от Р к какому уравнению подчиняются? Ну и для этого вы должны взять вот тот самый потенциал, который мы писали в таком виде большом длинном, подставить вот эту волновую функцию и отделить угловые части, умножить там либо на Хи-крест, либо на С1-2, умножить и получать после этого система двух уравнений на У и на В. Которое выглядит так. У2-2 от Р, естественно, минус, значит здесь стоит К квадрат, плюс М протона, а тут я напишу У0, вот такой вот такой вот, У0 от Р, поделить на А от Р, это все выражается на У от Р, так и минус, минус корень из 8, а здесь стоит М протона на У, тензорное, пункт тензорное, а тензорное поделить на H квадрат и умножить на дуголь В от Р. Естественно, что тензорное взаимодействие только смешивает у вас вот эту СД-волну. СД-волну. Это смешивание вообще идет только для спины единицы, потому что на спине ноль у вас уже никакого смешивания нет. Для состояния со спиной ноль, никакого смешивания нет. СД-волну. 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 Ну, естественно, второе уравнение, W-2 штриха, минус, сколько здесь будет К квадрат, плюс 6 поделить на Р квадрат, плюс M протона на У2 от Р, поделить на наш квадрат минус 2 N протона на У тензерная от R поделить на наш квадрат это все на пределе В умножается вот и минус минус те же корень из 8 на N протона на U тензерная от R поделить на наш квадрат и на U равно 0 значит вот что такое U0 U0 это комбинация центрального потенциала спинового и что там еще у нас там ну собственно и все центрального и спинового ну еще там если у вас есть квадратичные под Vx члены то они тоже туда дают вклад а U2 отличается от U0 только тем что тут есть спин орбиты есть потому что состояние с S равна 1 и с L отличным от 0 спин орбитарное взаимодействие присутствует то есть оно отличается в спин орбиты а U T это тензерная взаимодействие это которая как раз смешивает U и U2 ну естественно коэффициент смешивания то есть вот эти коэффициенты они одинаковые поскольку у вас эргитовская матрица в данном случае она будет симметричная ну вот все это уравнение надо решать и решение это уравнение кстати есть и вычисление собственных значений собственно это есть еще одно ограничение на вид вот этих функций U 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 не на функции а на потенциалах на потенциалов взаимодействия и это условие тоже используется при подгонке вот этих самых всех функций так ну вот что еще с этим дальше можно делать ну теперь давайте попробуем сочетать магнитные моменты электроны и посмотрим что можно от этого от этого получить от этого из этого вернее значит вот эти два интеграла от у квадрат и от W квадрат их называют весами вот это будет вес D волны а вот это будет вес D волны вес D волны вот вес D волны вот D волны можно ожидать что вес D волны должен быть достаточно маленький потому что он естественно будет только от этого другое будет происходить ну вот значит давайте попробуем сочетать магнитные моменты может мы что-нибудь можем сказать про эти веса значит магнитный момент у вас оператор магнитного момента давайте мы его сосчитаем от магнитного момента значит тут нам надо будет вот это я его беру значит вот оператор магнитного момента минус это есть гермагнитное отношение спиновое протона или нейтрон сначала напишем Gn спиновое умножить на спин нейтрона плюс G протона спиновое умножить на спин протона ну и плюс орбитальный момент протона поскольку заряженная частица у вас возникает орбитальный момент протона да ну и все это конечно в единицах ядерного магнитона написано есть общая множество 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 ядерного магнитона значит фактически вот эти G это удвоенные значения вот этого магнитного момента G протона как бы 4 там 4 9 4 там 4 6 а нюн нейтрона соответственно будет 3 и минус 3 минус 3 8 минус 3 8 2 6 а 5 5 58 а ну да здесь больше чем 2 5 58 5 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 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 11 12 12 15 15 15 15 16 16 это есть просто половина вот этого самого r соответственно, r нейтрона будет минус 1 вторая r так что разность их как раз будет r вот, а относительный импульс естественно, он остаётся импульс в системе центра масс, он совпадает с импульсом протона импульс частицы в системе центра масс, он фактически совпадает с относительным импульсом ну, поскольку в этом смысле у вас импульс относительный это есть импульс протона то есть импульс в нейтрона в системе центра масс, поскольку полный импульс равен нулю тогда эти равны с противоположным знаком и тогда P равно P протона ну и тогда мы можем видеть, что это и есть одна вторая L где L это уже орбитальный момент в системе центра масс относительного движения орбитальный момент относительного движения ну поэтому давайте вот сюда вот эти ручинки запишем что это будет еще плюс одна вторая L одна вторая L итак, теперь давайте немножко преобразуем это выражение чтобы выделить полный скид полный скид мы запишем как в таком виде что это есть там полусумма полусумма, да Gn плюс Gp пополам умножить на полный скид плюс Gp минус Gn пополам умножить нам S протона минус S нейтрона ну и плюс ну и плюс 1 вторая L плюс 1 вторая L плюс 1 вторая L ну вот ну теперь смотрите мы берем среднее от этого оператора которое по состоянию к такому простому, что среднее значение магнитного момента есть мил протона плюс мил нейтрона, умножить последнее значение спины, плюс 1 второе среднее значение ну вот видно, что если бы орбитальный момент был равен нулю, то тогда была бы просто сумма а поскольку l не равно нулю, то тогда есть у вас вклад от орбитального движения который вроде бы должен отвечать за то, чтобы за отличием магнитного момента от суммы ну и теперь удобно перейти, но тут спин на орбитальный момент а давайте у нас полный момент g, который является спином нейтрона это есть s плюс l поэтому если мы перейдем к этому самому g здесь ну фактически здесь s вместо s выделим g то мы получим, что вот это самое мил среднее есть мил протона плюс мил нейтрона умножить на g среднее ну и тут будет стоять минус мил протона плюс мил нейтрона минус 1 вторая умножить на среднее значение x ну вот ну а дальше нам уже вышли среднее значение отель ну для этого, естественно, поскольку состояние имеет полный момент g и это единственный вектор, сохраняющийся, который у нас есть то тогда все средние значения должны быть направлены вдоль этого вектора то есть они должны быть направлены и поджимы ну это то, что называется векторная модель плантовой механики и мы должны написать тогда, что вот это n среднее будет равно g среднее ну а здесь стоит и проекция среднее значение g умножить на r поделить на g квадрат g на g плюс 1 ну и тогда, значит, если мы у нас интересует произведение g на r поэтому давайте r перенесем сюда и высветем в квадрат тогда положим, что g квадрат минус 2 g умножить на r плюс r квадрат плюс r квадрат равно s квадрат ну и что s квадрат равно 2 g квадрат равно 2 и поэтому получается, что и поэтому получается, что среднее значение от g r равно 1 и 2 от n квадрат, которое есть фактически на n плюс 1 среднее значение n дает плюс 1 ну и тогда, подставляя вот эту функцию сюда подставляя вот эту функцию сюда легко получить, что у вас будет, опять же, перекресток членов не будет поскольку интеграл по углам от s 1 2 равен нулю мы получим, что это равно так, s, s квадрат обычно обозначает большой буквой и это дубль в и это дубль в большое d то мы получим, что это будет равно 1 2 значит, здесь остается интеграл по карте квадрат это s без s волны но он умножается на 0 0 умножить на дубль в это s вот, а дальше здесь r равно 2 поэтому тут получается шестерка плюс 6 на дубль в это s нарез d волны видно, что на сколько входит d волна дает вклад, что естественно ну и тогда да, теперь еще что такое измеримое что такое табличное значение магнитного момента я хочу напомнить, что табличное значение от любого тензорного оператора от любого тензорного оператора q q g вот его значение это есть среднее значение по состоянию g и проекции m равное g максимальной проекции q g 0 ну здесь давайте я напишу g штрих или вот здесь лучше напишу l l l g g r равное g то есть это среднее значение по состоянию с максимальной проекцией в данном случае магнитный момент это среднее значение по состоянию с проекцией плюс единица с проекцией момента g равной плюс единице поэтому здесь отлично от 0 z компонента и здесь как раз среднее значение g равное единице ну и тогда получим что мю табличное которое измерено это есть мю протона плюс мю нейтрона минус мю протона плюс мю нейтрона минус 1 вторая умножить на 3 вторых W 5 3 вторых W значит вот видите прямо казалось бы вес D волны отсюда получается ну и если подставить числа то мы можем найти что W D оно должно быть примерно 4% 4% 4% вот так казалось бы все мы нашли вообще модель независимым образом да написав взяв оператор магнитного момента ну и дальше все остальное все остальное так давайте сейчас сделаем перерыв а потом я объясню что это все не совсем правильно мы исходили из того при вычислении магнитного момента что у нас оператор магнитного момента имеет вот такой вид вот такой вид ну этот вид получается из общей формулы для магнитного момента что магнитный момент это есть значит магнитный момент у нас μ если вы вспомните электродинамику там единица на c кажется здесь интеграл d3r а здесь в верхнем это произведение r на плотность электроамбитного тока жир 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 ну и вот если вы подставите плотность тока как для свободных частиц то вы получите вот это выражение для магнитного момента ну по крайней мере для орбитальной части прямо вот это выражение на самом деле ситуация немножко сложнее в ядерных силах есть да что такое плотность тока плотность тока это если вы помните коэффициент если вы включаете векторный потенциал а то коэффициент при линейном мышлении g умножить на а от r там это и есть плотность тока оператор плотности тока диалога это векторный потенциал вот ну и что это получается он получается векторный потенциал вводится заменой p на p минус е c на а заменой p минус е c на а если у вас просто есть p квадрат на 2 то вы получаете стандартное выражение для магнитного момента но ядерных силах ядерные силы они сами зависят от скорости в первом порядке это спин орбита там у вас импульс есть в орбитальном моменте ну и в членах вкс в квадрате тоже есть зависимость от импульса поэтому если вы вставите туда вот такое выражение импульс заменит например е цена то у вас появятся члены которые будут давать вклад в плотность тока отлично от свободных частиц то есть у них члены появятся в плотности тока которые будут давать отличное выражение соответственно магнитный момент будет отличаться от этого простого выражения вот поправки поправки зависящие от взаимодействия да но поскольку взаимодействие у нас в каком-то смысле модельное и имеется много разных вариантов взаимодействия отличающихся вот этими функциями координат как они параметризуются то тогда у вас получается что все у нас модельно зависимо на самом деле и однозначного вывода о том что W есть 4% сделать в общем-то уже нельзя вот это величина получается будет зависеть от модели несколько вот ну и что тогда делать как это про эту величину можно сказать что-нибудь если вы будете вычислять подрупольный момент системы электрический и подрупольный момент который тоже хорошо померен и хорошо известен Plan Поэтому давайте посмотрим, что такое патрухольный момент. Значит, патрухольный момент имеет дело только с плотностью заряда и не имеет дело с током, с плотностью тока. Поэтому вот эти поправки, возникающие от взаимодействия, плотность тока, туда вклада не дают. Поэтому оператор определён более однозначно. Ну, я напомню, что такое Q и H в патрухольный момент, это сумма по частицам заряд. А здесь стоит 3RATI, RATK, минус R2AT, R3K. Вот это оператор патрухольного момента. Это симметричный текстов второго рамка, не имеющий следа, у него 5 независимых компонентов. Ну, а это означает, что он может быть выражен как через сферичную функцию, и в сферичных компонентах через функцию Y2M, где он пропитает значение от минус двойки до двойки, то есть тоже 5 компонентов. Тут 5 компонентов, и 5 компонентов. Ну, я надеюсь, что вы это упражнение такие проделали на методах матфизики. Ну, и поэтому я сразу напишу какое-то выражение. Поэтому здесь, где каждого компонента, это гуляка, а в сферичных компонентах это гуляка 2M. Я напишу N маленькое. Ну, и здесь проще всего поступить так, поскольку Q2,0 это есть QZ,Z, Z компоненты, обе млювые компоненты. И QZ,Z, известно, что такое. Это есть, что там у нас, сумма по А, Е, А на Р, АТ в квадрате, а тут стоит 3 косинуса в квадрате. Это А, минус единица. Это полиномный жанр В2. Ну, то тогда можно прийти вот к такому выражению. Связав В2 полиномный жанр, ну, пропорционально полиномный жанр В2. Ну, дальше, как Y2,0 связано с В2, легко написать, ну, и так далее. Для всех остальных компонентов это будет выглядеть так. Этот есть корень из 16, и повернуть на 5. 5, это просто 2 плюс единица. А здесь будет сумма по А, Е, А, на РАТ в квадрате на Y2М от ну, я пишу так, М единичный, это АТ частицы. Y2М от АТ частицы. Ну вот. Подругой момент, как видим, он совершенно очевидно, что он отличен от нуля только тогда, когда у вас есть примесь высших, примесь для волны. В случае, когда есть волна, очевидно, что интеграл от Y будет давать ноль. Полглава. То есть, вообще, вот эта часть вклада не дает. Чисто. А вклад идет весь от W. Но, правда, здесь у вас может быть интерференция этих двух членов. Поэтому выражение для среднего значения момента будет не совсем не совсем плохое. Не совсем плохое. Не совсем простое. Не плохое, а простое. Так. Ну вот, теперь давайте мы займем все учисления. Нас интересует Q2.0. Q2.0 это QZZ. QZZ. Среднее значение от Q2.0 по состоянию с максимальной проекцией. Со спином плюс один. Поэтому нам нужно вот в данный момент это есть Q табличное значение. Это есть третье значение от вот этой величины. E поделить на 4 алиста 3 Z квадрат минус R квадрат. Ну вот это прям вот это выражение. Значит, тут четверка появилась потому, что у нас здесь вкладывают только фротоны. А координаты протона это есть половина относительной координаты. Поэтому в относительной координат здесь появилась четверка знаменателя. Так. Ну и дальше что мы должны делать? Мы должны написать среднее значение. Значит, Q вот это табличное значение это есть. E поделить 16 P 16 P это 4 и вот этот вот корень из 4 P ну и здесь стоит я напишу так среднее отки крест 1 1 здесь напишу U плюс 1 на корень из 8 W на S 1 2 1 а здесь стоит это вот обкладка 1 дальше здесь стоит как раз 3 косинус квадрат тета минус 1 и здесь вторая обкладка 1 тут будет стоять снова здесь S 3 здесь номер митовский поэтому его не существенно здесь будет стоять U плюс 1 находит из 8 2 V косинь 2 и здесь 3 1 1 вот такой маточный элемент нам надо вычислить R я сократил с этими вот единицами на R так ну Q квадратный член очевидно вклада не дает поэтому значит тут у вас остается только вклад интерферационного члена вот этого и этого ну и квадрат вот этого члена поэтому можем написать здесь следующее что это величина U перепишем ее в таком виде это будет E 16 естественно так а здесь я напишу теперь уже интеграл D3 R значит тут я R квадрат DR еще держу потому что R квадрат у нас сократилось так я напишу что это минус 1 он он от спины не зависит поэтому его можно вынести так а тут останется значит здесь два члена интерферационных поэтому будет стоять такое выражение два поделить на корень из восьми здесь будет U W и тут будет среднее V S I I S I I I I S I вот это выражение нам надо вот так вот и вычислить так, теперь s12 в квадрате мы вычисляли если мы этим выражением поспоримся, то у нас стоим только линейный пояс s126 и тогда это перейдет в e поделить на 8 и здесь мы делаем интеграл d3f 3cos2f и единица так, а тут остается вот такая комбинация единица на корень из 8 у на 2b минус 1 восьмую 2b в квадрате так, а здесь останется на 4b минус только r1, r2 и r1, r2 и r1 так, так, ну вот теперь s12 надо вычислять s12 вот эти значения ну, s12 я напомню, что s12 у нас выглядит так s12 это есть 2, а здесь стоит 3s на n в квадрате минус 2 s12 и r2 и r2, а здесь мы делаем 1 ну, и тогда что нам надо вычислить среднее значение собственно, s12 в квадрате там только спина входит, потому что все остальные дают 1 ну, поэтому давайте мы распишем так среднее значение s12 с12 s12 с12 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 Значит, я вам расскажу это так, что это есть средняя, х1,1, а здесь я расскажу это в таком виде, это будет SZ в квадрате на косинус квадрата, это, так вот, косинус квадрата, это Так, дальше я напишу, что это будет плюс 1 вторая от S квадрат минус SZ квадрат на С минус квадрат это Значит, что я сделал, значит, во-первых, это есть SZ квадрат, линейные швены, конечно, не дают склады, здесь перекрестные, дальше, здесь у нас, фактически, вот это стоит поперечная часть, поперечная компонента Величина, при поперечной компоненте стоит S2T, это косинус квадрат Фи, поэтому интеграл под Омега от косинуса в квадрат я сразу заменил на 1 вторую И оставил интеграл под Омега, который там есть, по углам, по углам Значит, это все выражение, надо помнить, что оно интегрируется по углам потом еще И от Фи зависимости нет, поэтому, конечно, линейные швены пропадают, интегриференции между ними нет, остается только вот такое выражение Ну вот, а теперь просто Это равно двойке, это равно единице И мы получаем, что эта величина равна просто 1 вторая единица плюс косинус квадрат тета Ну вот, это мы вычислили Дальше, вот здесь еще есть косинус квадратный член Поэтому, я теперь давайте уже напишу окончательный ответ Для квадроугольного магмента Q равняется Скорость С2 поднимает на 10 Здесь теперь занять Е А здесь теперь интеграл от нуля до бесконечности ДФ А тут будет стоять Ф квадрат У на W Минус Истинница нам корень из 8 W квадрат Вот такое выражение для квадроугольного момента получилось Ну вот, смотрите Здесь Два члена стоит Один член В квадрат Это прямо вес Ну, связан с весом этой волны Но есть еще и интерфекционные члены Они имеют разный знак Разный знак Видите? Теперь, вот если посмотреть На оператора вот этого квадроугольного момента То видно Что когда вы берете среднее по состоянию С максимальной проекции С момента С максимальной проекцией В какой плоскости будет двигаться частица Если у нее Проекция момента максимальная На ОСССР 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 В этой картинке, когда у вас просто частица крутится в плоскости xy, у вас в квадроквольный момент всегда должен быть так определенный, в квадроквольный момент всегда должен быть отрицательный. Поэтому вот этот член, он как раз этому отвечает, что действительно прямо стоит плотность для волны, и знак у него минус, отрицательный. Вот этот член, который переводит в классику. Вот этот член, он другого знака, и он происходит исключительно из-за, имеет квадромеханическое происхождение, потому что у вас волновая функция, есть сумма двух членов, и поэтому, как всегда, в квантовой механике, если есть сумма, у вас возникает квадромеханическое происхождение. И он положительный. Ну и понятно, что он больше, чем вот этот, потому что вес, д-волна здесь, д-волна мала, поэтому это член, здесь линейная стеклянка, а здесь квадрат, поэтому это член меньше, чем вот этот. Получается квадропольный момент положительный. И тот факт, что он положительный, как раз обеспечивается вот этим самым интерферационным членом. Чисто квадратное механическое происхождение. Ну вот. Ну и действительно, квадропольный момент измерен. И если мы будем использовать вот это выражение для веса д-волны 4%, которые у нас получались вот из этого магнитного момента, то мы никогда не получим вот это значение квадропольного момента экспериментально померенное. У нас всегда будет меньше квадропольного момента. Вот, поэтому, магнитный момент перестали обращать внимание, а стали подгонять квадропольного момента, и тогда получилось, что вес д-волны должен быть в районе 6%, а не 4%. То есть, если вес д-волны должен быть в районе 6%, то есть 2% разница, она существенно оказывается в таких вещах. Вот. Ну и тогда, значит, если у вас увеличить вес д-волны на 6%, то можно получить вот этот самый квадропольный момент. Теперь, что еще я хотел про вот эти волновые функции сказать. Значит, понятно, что W у вас в нуле ведет себя как R-квадрат, даже R-кубит, поскольку единственное выделение. Ведет себя как R-кубит, а это как R себя ведет. Поэтому, если нарисовать D-волну, то она вот будет как-то себя вот так вот. что она начинает делать. Кубическая, кубическая, ведет у нее максимум. Ну и дальше она с того далее. Вот. Вот. Вот если взять эти уравнения на расстояние R, которые больше, чем радиус взаимодействия, и выкинуть все взаимодействие, то когда эти уравнения расцепляются, и для асимптотики волновой функции можно легко получить следующее выражение. Асимптотика получается, если вы все вот эти у, вот эти у, все выкинуть. И тогда получится, что по асимптотике эти уомовые функции имеют следующий вид. У, от R, есть, будет равно А, ноль, а если минус кадры, вот, А, W, от R, то есть, тут надо вот этот шлем держать, 6 поделить на R квадрат, плюс асимптотика будет даваться А2, а здесь будет стоять еще вот такая, E в степени минус K, конечно, будет, еще вот такой полинон. 1 на K, R квадрат, плюс 1 на K, R, плюс 1 третий. Вот такой получается полинон. Ну, это фактически сферические функции беседа от минного аргумента. Это, значит, нулевой весик, а это второй весик. То есть, это сферические функции. Вот такие два шлема. Ну, и тогда, в общем, амплитуды, вот эти аргументы А2, они получаются с ширкость вот этого синтетического вида с лобовой функцией во внутренней области. Там, где взаимодействие отлично от нуля. Вот. Ну, при этом, естественно, если вы возьмете величину фета, которая есть А2 подлинительно А0, то это отношение не будет зависеть от номеровки вообще. Ну, и это другая величина, которая характеризует вклад две волны. Там величину две волны. Вот. И теперь, откуда можно определить вот эти величины А2 и А0? Эти величины можно определить, если вы будете изучать реакции срыва дейтрона. Вы рассеиваете на ядре нейтрон, при этом у вас нейтрон поглощается, например, и протон улетает. Поскольку протон легко детектировать, то вот такая ДП-реакция. Вот. Если вы, вы можете там на разных прицельных параметрах гулять от ядра мишени. Ну, и промерять, значит, вот самое, уйти в образ, где вы за областью взаимодействия, а там волновая функция еще большая. И тогда вы будете чувствовать вот этот самый коэффициент А2. И вот это отношение, вот это отношение можно определить экспериментально из этих реакций. Из этих реакций оно получается, что это примерно 2. Да, это примерно 2,7%. 2,7%. Ну, вот это, опять же, вам величина характеризует вес или величину для волны дейтрона. Значит, реакция, о которой я говорил, она, значит, вот имеет такую картинку, можно нарисовать. Это реакция ДП. На мишень налетает нейтрон, а регистрируется протон. Ну, картинка очень простая, что вот есть у вас емро мишени, и тут вот у вас летит вот здесь, скажем, вот этот протон, и тут нейтрон. Ну, в разных приставках. Ну, и если вы выбираете прицельный параметр, разный, то вы можете просто сечение мерить как функцию прицельного параметра. Здесь нейтрон, когда, как только касается поверхность гидрава, поглощается, протон идет дальше. Вы отбираете событие, которое будет не тот протон, потому что его легко детектировать. Ну, вот. Значит, тут вот нейтрон, когда отсохнемся, мы что, поглощаемся, мы что, летим дальше по всей эмоции. Ну, и дальше, меняя прицельный параметр, вы можете определить, как далеко у вас нейтрон бывает. И по угловым распределениям вы можете выделить две волны после электронов, половой функции. В случае, когда они находятся в две волны. Потому что понятно, что угловое распределение протона после этого, оно будет зависеть от того, чтобы найти. Вот. Ну и... Теперь... Да. Кстати, квадрупольный момент... Смотрите. Квадрупольный момент... Вот, если к этому выражению вернемся... Вклад вот этого швена, он в районе 10% от полного момента. Это действительно не большая величина. То есть, основной вклад отсюда. Значит, в этом интеграле стоит R-квадрат. Стоит R-квадрат. Это означает, что вклад малых расстояний подавлен и, наоборот, там усилит вклад больших расстояний. Ну и тогда... Можно попробовать подставить вот эти асимптотические выражения. И получится, что у вас этот квадрупольный момент будет пропорциональным произведению А0 на А2. На А2. Или это есть вот эта самая величина А0. Квадрат умножить на R. Ну вот, если это было вам известно. Ну и А0, оно почти единица. То вы прямо можете получить... Оценить величину квадрупольного момента. Ну и, в согласии, получается довольно неплохим. То есть, такую оценку можно проделать, используя только асимптотический вид функции. И вот эти самые коэффициенты А0 и А2. Так. Что еще про дейтрон? Ну, собственно... Собственно, про дейтрон практически нам больше ничего и не надо знать, что все у нас известно. Да, то, что П-волны нет, это означает, что... Ну, его нет, если у вас взаимодействие сохраняет черность. Если вы учтете, что там есть, что на самом деле есть слабые взаимодействия, которые черность и сохраняют, то слабые взаимодействия будут давать некоторую привязь П-волны в дейтроне, ну, которая, естественно, очень мала и практически не определяется. Вот. Ну и все на этом дейтроне. Простейший дейтрон мы закончили. Ну и следующая лекция у нас будет посвящена глобальным свойствам ядер уже. Как вообще выглядят ядра, состоящие из многих муклонов. Какие у них размеры, какая форма, как эти размеры зависят от массового числа и так далее. Вот. И каким способом можно будет определить эти величины, размеры и форму ядер, откуда информация, откуда можно подчеркнуть эту информацию. Ну вот, на этом мы сегодня давайте закончим лекцию. Спасибо.